Финальные штрихи в установке оборудования и последний из 15 троллейбусов шестого маршрута оказывается оснащен турникетами и валидаторами. Все это нужно для бескондукторной системы оплаты проезда. Данная система увеличит выручку нашего предприятия, потому что по образу и по опыту коллег, например, городом Москва, установка такой турникетной системы дала выручку предприятия на всех этих маршрутах ориентировочно на от 30 до 40%. Поэтому мы хотим этот опыт перенять. Новое оборудование полностью синхронизировано с действующей системой, так что после установки оплатить проезд можно любой картой – транспортной, социальной и банковской. Но департамент транспорта уверяет, приобрести билет можно и наличным расчетом личного водителя. В тестовом режиме троллейбусы с бескондукторной системой начнут курсировать с 6 апреля. В первое время в качестве помощников на рейсах будут работать и кондукторы. Попробуем, посмотрим, конечно. Главное – поесть, посмотреть, как все-таки будет. Потому что все привыкли уже, конечно же, с кондукторами. По результатам будем делать выводы, возможно, что-то корректировать в плане механизмов посадки-высадки пассажиров. Надеемся, повторяю, что эксперимент будет удачным и найдет свое продолжение в других троллейбусных, трамвайных маршрутах и, возможно, автобусах. Эксперимент по испытанию новой системы продлится месяц. Кондукторов 6-го троллейбусного маршрута, а это 30 человек, переведут на другие. С высоким пассажиропотоком и нехваткой сотрудников. В перспективе их могут перевести в контролеры. Самара ориентируется на столичный опыт. В любом случае без работы никто не останется. В троллейбусно-трамвайном управлении готовы предложить и другие должности из штатного расписания предприятия. Дарья Зотова, Владислав Жирнов, Сергей Павлов. Новости губернии.